Итак, в синем углу ринга я, в оранжевом углу ринга Василий расскажет вам про обетестер. Ну, аплодисменты. Всем привет. Меня зовут Алексей, и сегодня мы с вами рассмотрим дорогу к АБ-тестированию. Как мне сказали, что мне надо будет сделать на определенные продукты АБ-тестинг и к чему мы пришли в конце. Это небольшая информация обо мне. В основном я веб-моборазработчик, немного девокслю, немного занимаюсь опенсорсом и веду подкаст. Дальше давайте рассмотрим, что же такое АБ-тестинг. Кстати, кто в зале не в курсе, что это? О, отлично вообще. Слайд можно спокойно пропускать дальше. То есть, сплит-ран-тестинг, или он же АБ-тестинг, это когда у нас есть две вариации чего-либо. И нам надо проверить нашу гипотезу, что, например, одна вариация работает лучше, чем другая. То есть, простой пример. У нас есть кнопка на сайте, она синяя. Мы считаем, что если сделаем ее оранжевую, у нас увеличится конверсия. Поэтому мы должны провести АБ-тест. Мы один кусок трафика направляем на старую синюю кнопку, другую на оранжевую. И потом проверяем конверсию. Если она увеличилась, гипотеза верна. Если нет, значит неверна. Первая реакция, когда сказали делать АБ-тестинг, у меня была простая. И не буду еще это делать. То есть, мне на продукт сказали, надо писать АБ-тестинг. Я сказал, не-не-не, давайте, это не маст, это не шут. То есть, по системе Moscow это какой-то куд. Это вообще не обязательно. Но в конце тикеты важные закончились. И мне сказали, ну все, пишем АБ-тестирование. Ну, я сказал, ну хорошо. Я рельсовик, поэтому первая была мысль, на это сто кудов есть гем. Вот. На это есть определенные гемы, на удивление. То есть, есть такие гемы, как Split, Vanity, Fieldtest. Есть еще определенный список, который тут указан. К сожалению, почти все мертвы. Из самых рабочих, получается, это Split, Vanity, Fieldtest. Из тех, которые я начал проверять, тестировать, получается, самый оптимальный, если вы будете брать это Split. Потому что тот же Vanity у него и с поддержкой не очень. Тем более, тот же дашборд, который они предоставляют, они вместо того, чтобы делать Rails Engine, который монтируется в приложении, они решили просто сделать генератор. То есть, вы просто запускаете генератор, он накидывает вам килограмм файлов в проект и, типа, живите с этим. Вот. Ну, что, понятное дело, я сказал, не-не-не-не-не-не. Типа, убираем это все. И решили глянуть, посмотреть, что же сделать, если возьмем Split. Split достаточно прост. У него всего там основные два метода. Это b-test, в котором вы первым аргументом указываете название вашей вариации. Дальше идут сами вариации. Вот, как вы видите, вот здесь у нас, например, указано New, Old, Strange. То есть, вот эти все вариации. Мы здесь... Как ты это сделал? Вот. И получается... Ну что, было, а? То есть, вот тут, например... Это журнал бы тест. Как ты тестировал? Вот. То есть, получается, так же можно указать вес. То есть, например, Old у нас, видите, 18 вес, а New, например, 2. То есть, это значит, что, например, Old появляется в 18 случаев, а New, то есть, получается, это 90% случаев видит Old и New только 10%. И второй самый главный метод – это ABFinished. То есть, вот этот метод, который, получается, он у нас вызывается с той же вариацией, как вы видите. То есть, основная задача заключается в том, что вы его вставляете в те места, когда вы понимаете, что конверсия произошла. То есть, если у вас какая-то есть кнопка, вы вызываете ваш AB-test в ERP-темплейте, он возвращает одну из вариаций, New, Old, Strange, и получается, где-то в контроле регистрации, если она проходит успешно, и для вас конверсия – это регистрация, то вы добавляете ABFinished, чтобы он, получается, считал конверсию. То есть, вот такая штука происходит. Это просто такой RackMiddleWare, подключается он к Redis, то есть, для хранения всего используют Redis. Есть у него дашборд, и сделан он получше, чем у того же Vanity, потому что он просто маунтится, и выглядит он как-то так. То есть, это такой себе дешевый аналог ActiveAdmin с кнопочками. То есть, как вы видите, тут у нас есть сами тесты, то есть, их называют экспериментами. Есть вот эти наши альтернативы, есть рассад данных, удаление теста. Ну, и мы видим, как бы, какая вариация выигрывает, что же происходит. После того всего, я еще глянул, что, оказывается, есть экстеншены к сплиту. То есть, вы можете подключить такие вещи, как каунтеры, Google Analytics сайт, всю эту информацию, экспорты. Ну, и я подумал, что вот, наконец-то, хорошая тула, ее можно подключить, можно писать любой АБ-тест. И я, как бы, довольный прибежал и сказал, ну, вот клиент, смотри, все готово, типа, вот твое АБ-тестирование, давай, типа, тебе вроде должно все нравиться, мы можем это делать. Клиент сказал, да, почти все, что я хочу, только маленькие, небольшие изменения давай сделаем. Я говорю, ну, давай запишем, маленькие, это не проблема. Ну, во-первых, он сказал, мне нужна поддержка SPA. Я сказал, ну, вроде не проблема, там, с Ruby пробросить в JavaScript, нужную вариацию, не проблема. Он говорит, надо покрывать только определенный процент таргета аудитории, то есть не 100%, а я хочу, например, свой эксперимент запустить на 1%. Ну, я себе подумал, ну, вроде бы тоже можно. Дальше он сказал, я бы хотел еще фильтровать свой эксперимент на определенную целевую аудиторию, например, по гео данным, по типу браузера, или, например, только на мобильных пользователей, или, например, если мы запускаем какую-то маркетинг-компанию по query-параметру сверху. Ну, я себе подумал, что вроде бы тоже можно, если там написать еще чуть-чуть кода. Потом он сказал, я бы еще хотел запускать простые эксперименты без вас, без разработчиков и деплоя. То есть просто поменял текст, вот зашел, поменял текст, у меня АБ-тестирование пошло, побежало. Ну, тут я уже немного напрягся. А он сказал, и еще бы неплохо поддержка мультивариативного и multi-arm bandit-тестинга. Для тех, кто не в курсе, мультивариативный тест это... Давайте объясню. То есть, когда вы запускаете АБ-тестирование, вам надо протестировать, например, какую-то там кнопку ее цвет, текст, еще что-то. Вот у нас был один пример. Одна команда решила протестировать изменение signup-формы. И она, получается, поменяла блоки, поменяла кнопку, поменяла текст, изменила цвет, размер, все остальное. Запустила АБ-тест, проверила. Вроде бы новая версия конвертируется лучше. Но когда мы пришли и сказали, а что же повлияло, цвет, размер кнопки, изменение элементов, они сказали, все, все, наверное, повлияло. Получается, они не могли понять, что именно лучше сконвертировалось. Поэтому часто многие говорят, что АБ-тестирование должно проводиться, вы изменяете только одну вариацию. То есть, если цвет, вы меняете только цвет. Если текст, вы меняете только текст. Проблема заключается в другом. АБ-тестирование – это длительный процесс. Минимальный ран одного АБ-теста – это две недели. Лучше – это один месяц. Получается, если вам надо прогнать тест на N итераций, проверить цвет, размер и все остальное, это может занять полгода, год. В это время у вас изменяется requirement, и вам все это надо проверять, и вам надо ускорить этот процесс. Поэтому существуют вот эти два метода, которые называются multi-variативный и multi-armed. Что это означает? Мы разбиваем наш тест на мелкие части. То есть, в данном случае, у нас в примере есть H1, H2. То есть, это одна вариация. И вторая вариация – боковое меню, например, ABC. То есть, это два отдельных АБ-теста, которые, получается, что мы делаем, мы их объединяем, они создают комбинации. То есть, они начинают между собой комбинироваться. То есть, две вариации одного, три вариации другого, в результате шесть комбинаций. Это запускается как один АБ-тест, и за счет этого вы можете отслеживать, как между собой работают комбинации. За счет этого, получается, за тот же интервал времени вы можете проверить, какие именно комбинации выигрышны. То есть, вы четко можете понять, что если H2 во всех четвертой, пятой и шестой комбинации идет выше, значит, срабатывает H2. Если при этом, понятное дело, комбинация 4 идет лучше, то там, наверное, еще и блок А дополнительно помогает. То есть, это для того, чтобы понять и разделить трафик. Многие могут сказать, почему бы не запустить два разных АБ-теста по 50%, например, и все такое. Проблема именно с трафиком. Потому что вы не будете знать в двух разных АБ-тестах, что у вас eventually split traffic, что он распределен равномерно. Потому что 50% на 50% у одного теста, 50% на другого не будет означать, что они между собой будут делить 25, 25, 25, 25. У вас будет перекос, а значит, нарушение в данных. Поэтому используется для ускорения и понимания, что же происходит, мультивариативный тест. И Multi Arm Bandit это еще один из вариантов ускорения тестирования. Идея заключается в том, что трафик, пока идет АБ-тест, трафик неожиданно начинается изменяться в сторону той вариации, которая вроде бы выигрывает. То есть, получается, система замечает, что какая-то вариация лучше отрабатывает, она начинает увеличивать туда количество трафика и если, получается, тренд тоже растет выше, она просто говорит, все, тестирование можно остановить, как бы эта вариация выигрышная. То есть, получается, можно сэкономить, там за неделю сделать, например, это тестирование. Ну, лучше все равно две. Получается, когда мне сказали, мне еще надо сделать, чтобы там был мультивариативный тест, желательно Multi Arm Bandit, и у меня есть Split Game, я как бы, то есть, был очень счастлив, я понимал, что у меня всего два метода, не мультивариативности, ничего такого, и тем более он еще и хочет эдитор, все это счастье. Поэтому я подумал, окей, хорошо, это 100 пудов должны решать другие люди, то есть, я не должен это изобретать. Давайте посмотрим, что же, ну, то есть, основные какие проблемы у меня в голове возникли. Во-первых, что мне надо лучше админка, то есть, лучше система админки, чем у этого же Split, мне надо позволять человеку что-то редактировать на сайте, видоизменять, при этом серым у меня нету. Сразу напомню, это AirBit Emplates, какие-то SinglePage, React, Марионет, вот это вся фигня, которую теперь мне еще и об тестировании надо добавить. Мне, получается, надо собирать данные по кастомеру, то есть, мне, получается, надо собирать Geo данные, мне надо собирать какое-то устройство, и при этом не забывать про GDPR, Data Processing, аденум, вот эти все вещи, то есть, получается, если я захочу сейчас собирать эти данные, мне надо еще и делать массовую рассылку, всем привет, мы собираем дополнительные данные. Это будет создавать нагрузку на систему. То есть, в любом случае, B-тестирование создает нагрузку. Часто сплит лучше там вообще в отдельный редис двигать, чтобы основной редис не убить. Самое страшное, что как бы кастомерам эта фича не нужна. То есть, мы можем создать нагрузку, которая может даже быть больше, чем нагрузка всего требуемого нашего приложения, и это не нужно кастомерам. Мне, как разработчику, этот код тоже не нужен. То есть, для меня это бесполезный какой-то кусок кода, который нужен, получается, маркетинг-бизнес-аналитинг-команде. Поэтому, понятное дело, я подумал, хорошо, посмотрим, какие есть другие решения. То есть, понятное дело, есть разные пасы. То есть, есть Optimizely, A-B-тесты и тому подобные. Я уже был счастлив, я такой, фух, просто интегрирую эти ресурсы, и все будет хорошо. Но я долго удивлялся, потому что, когда я начал смотреть, ну, какие цены, что почем, типа, что стоит денег, наверное. Все говорят, контактируйте, пишите нам. То есть, никто не говорит цен. Ну, я начал некоторым писать, остальным начал гуглить, и оказалось, что там, минималка, например, у Optimizely 36к в год. Там, у какого-нибудь A-B-тесте минимальный тестирующий план чисто на development погонять от штуки в месяц начинается. То есть, получается, какой-нибудь Omni-конвертер, тоже тестовый план, там, почти две тысячи долларов. Вот. Ну, понятное дело, например, Optimizely, когда я написал, что у меня чуть побольше трафика, совсем чуть-чуть, они мне вообще шестизначную цифру загнули и сказали, на меньшее мы даже не общаемся. Ну, понятное дело, я очень расстроился. То есть, я думал, что особо вариантов у меня нет. То есть, как бы, что мне делать, или сидеть разрабатывать свою систему какую-то рядом, чтобы, получается, не творить это все в основном коде, и, получается, непонятно, сколько это времени займет, или, ну, не знаю, сказать клиенту, это все, что есть. Вот. Но неожиданно я пока гуглил, смотрел, искал, нашел вот странную вот такую вещь, как Google Optimize. Документация, кстати, паршивая. Вот. В чем его минус, наверное. Потому что, нигде особо его не пиарят, нигде не рассказывают. То есть, я вот такое почитал, «Эй, би-тестинг», Google Optimize, «Гугуа», «Ммм, надо попробовать». Хорошо. Сначала первое, что я удивился, Google Optimize работает поверх Google Аналитики. То есть, если у вас на сайте есть уже Google Аналитика, вы интегрите туда дополнительный код, который он вам говорит, вот, небольшой вот этот require. Потом он еще говорит, и вот это не забудьте, пожалуйста, в шапку добавить. Я добавляю это все в шапку, захожу дальше в интерфейс, набираю вариации. Вот, например, вот это у нас вариации. Они тут у нас засплеченные, всякие объективы. И сижу, смотрю на это все. То есть, я сел, смотрю, все на сетапе, сижу довольный, жду. Не могу понять, что делать дальше. Но потом заметил, что у них, например, у новых вариаций написано «Null Changes». Я начинал, типа, проверять, нажимать на эту штуку. Она говорит, «Все хорошо, поставь плагин, Google Chrome плагин». Я ставлю Google Chrome плагин, он говорит, «Хорошо, теперь можешь нажать на эту кнопку». Я нажимаю на эту кнопку, и неожиданно он меня переводит вот в такой режим. Очень похож какой-то, как будто к DevTool режиму. Я нахожусь. И он говорит, «Все, можешь менять». Что же оказалось? Он переключается, он интегрируется в ваш сайт. Вы проверяете, что вот это все работает. И он врубает некий режим, типа «Inspector», с помощью которого вы можете изменить любую дом-ноду, любой CSS на вашем сайте в этом визуальном эдитере. То есть, в данном случае, правой мышкой вы могли нажать на какой-то блок вот здесь и сказать, «Отредактировать текст». Он говорит, «Хорошо, редактируй текст». Например, в данном случае вот это «Inspect». То есть, он как бы врубил «Inspect», он мне показывает сверху дерево. Это он показывает мне мою вариацию. Есть проверка на, в данном случае, респонсивность вот этой верстки. И тут еще есть список изменений. То есть, если я что-то наменял, я могу потом откатить, убрать. Я, понятное дело, поменял, попробовал и неожиданно понял, что эта штука, то есть, еще дополнительно она может указывать фильтрацию, потому что она подключена на уровне Google Аналитики, а значит, она использует Google Аналитику не только для того, чтобы вложить туда данные, но и чтобы брать оттуда данные. То есть, система могла на основе определенных правил активировать эксперимент только на основе каких-то урлов, поведений, гео-технологий, какой-то JavaScript переменный, если вы туда будете создавать всяких кук, и query-параметров. то есть, после этого я запустил небольшой эксперимент, отредактировал текст, и он как бы прогнал его 77 дней, и получил определенный результат. Он сказал, вот это все, это победитель. Вот, в реальности оно где-то выглядит вот так, это типа здоровый АБ эксперимент. То есть, вот это мои вариации, вот они, их несколько тут разных. В данном случае дальше он показывает probability to be the best. тут основные вот такие штуки, это у нас сессии проверяются, всякие медианы и все остальное, то есть, base view, и, понятное дело, красивый график, где четко видно, кто победитель. То есть, получается, вы прогоняете эту всю штуку, запускаете эксперимент, и все, он просто работает, JavaScript небольшой код. При этом, даже можно запустить, написать туда, в этом Visual Editor, какой-то ваш JavaScript код, который он будет запускать. Единственное, что если вы используете Content Security Policy, и указали unsafe evaluation и unsafe inline типа отключить, то, понятное дело, эта штука не заработает, вам придется это отключать. Но, в моем случае, слава богу, нигде JavaScript не надо было гонять. Но, многие бы сказали, хорошо, а если мне надо какой-то if внутри кода, то есть, типа, на разные endpoint и ходить по разным AB тестам. Для этого, полтора месяца назад, они зарелизировали JavaScript API, который позволяет, получается, подписаться на callback, и тем самым, получается, вы будете получать значение, что же за эксперимент запущен сейчас на странице. То есть, цифра – это номер эксперимента. То есть, нолик – это оригинальный, 1, 2, 3 и так далее – это тип экспериментов. То есть, получается, кстати, тут можно не указывать имя эксперимента, тогда, в данном случае, тут еще в callback будет приходить имя эксперимента, если у вас запущено несколько параллельных экспериментов на странице. Ну, дальше мы счастливые, проверяем на одном из клиентов, типа, запускаем AB тестирование, мы говорим, вот, все готово, смотри, визуально, он говорит, да, то, что я хотел узнать, что же там, давайте узнаем, как мы конвертируем конверсию. Ну, а этот эксперимент прошел, я считаю, успешным, ну, для нас, для него, понятное дело, мы назвали всем пофиг этот эксперимент. То есть, четко сконвертировался 50 на 50, то есть, всем было, всем было все равно. Вот, то есть, как бы ничего особо не конвертировалось, график у нас ушел вот в точку, но, в любом случае, мы провели эксперимент, и клиент такой сказал, ну, хотя бы хоть так работает, и я понял, что моя гипотеза ни о чем. Вот, то есть, вот даже Google аналитики говорит, но clear leader was found. Типа, будьте добры. Ну, а дальше, понятное дело, мы заинтересовались, потому что Google Optimizer поддерживает еще несколько вариантов, кроме АБ-тестирования, он поддерживает redirect testing. Redirect testing, это когда вам надо проверить полностью разные страницы, то есть, вы направляете одну страницу, другую, и он сам автоматически определяет, где куда. И второй вариант, это мультивариативный. То есть, вот тут, кстати, можно еще и пойти в Google аналитику, глянуть тоже результаты по вашему АБ-тесту, куда он это собирает. То есть, вот это у нас получается график, вот это наши вариации тут находятся, тут у нас информация, сколько сессий приняло участие, сколько дней ранится эксперимент, на какое количество юзеров это все делается. И дальше мы решили посмотреть, как же работает мультивариативный тест. Оказалось, все достаточно просто. Вы просто создаете комбинации, но в данном случае не комбинации, а секции, как они их называют. То есть, вот, например, у нас есть секция изменения картинки, мы их набираем с каким-то именем, вот тут кнопочка единичка, это видоизменяем в визуальном эдиторе, собираем еще какую-то секцию текста, тоже видоизменяем тексты, и потом получаем на выходе комбинации. То есть, у нас целый список комбинаций, как они между собой миксуются. Вот эта кнопка с небольшим мониторчиком, это как раз кнопка превью, то есть, вы каждую комбинацию можете независимо запревьюить, и посмотреть, что же там находится. И получается, ну вот, вот это уже запущенный эксперимент, и видите, тут даже показано, на каких юзеров уже какая комбинация показывается. То есть, вы, получается, видите в прямом эфире, что происходит. Единственное ограничение, вот видите, у нас, например, было 5 на 3, то есть, у нас было 5 изменений одной вариации, 3 изменения другой вариации, это было 15 вариаций всего. Но получается, на бесплатном плане максимально 16 комбинаций. То есть, как бы, вы можете запустить 2 на 2 на 2 на 2, наверное, вот, оптимально-максимальный вариант. Но, честно говоря, 15 комбинаций, это вот, там, такие графики, что мало не покажется. То есть, ранить такой тест придется долго. Ну и, понятное дело, самое главное, почему я чуть ли не расплакался, потому что это бесплатно. То есть, понятное дело, с определенными ограничениями, но это полностью работало, мне не надо было не писать никакие руби-код, ничего остального. То есть, поэтому, понятное дело, conclusion, если вам нужен IP-тестинг, можно и нужно посмотреть на Google Optimize. У него есть определенные ограничения, например, только 5 одновременно запущенных экспериментов на бесплатном плане, 10 персонализаций, это отдельная тема, ну, долго рассказывать, не хватит времени. 16 комбинаций для MVT, понятное дело, можно перейти на Google Optimize, там все повышается, но я скажу, что там цены большие, потому что Google Optimize 360 это отдельный пакет, который включает в себя и Google Аналитику 360, и там Google вот так, менеджер 360. Короче, если вы упретесь в Google Аналитику, то у вас, наверное, вы купите этот пакет, но тогда у вас все это будет из коробки. Но я сомневаюсь, что кто-то уперся в Google Аналитику по лимитам. То есть, получается, самый большой плюс, что можно создавать, то есть, может пойти просто менеджер, открыть страницу и в визуальном эдиторе наменять и сделать себе б-тестирование. Работает этот поверх Google Аналитики, то есть, как бы для вас это может быть как плюсом, если она у вас уже есть, так и минусом, если вам нельзя ее. То есть, это надо помнить, без Google Аналитики она не работает, потому что, как я сказал, для него хранение данных и бэкэнд сборки это Google Аналитика. Интегрируется с Google Tag Manager, который добавляет дополнительную флексибилити, по настройкам. И также даже есть поддержка Google Adwords. То есть, можно, я так понял, как-то фильтровать через Google Adwords трафик на эксперименты. Поэтому это все. Спасибо. Вопросы, не вопросы? У меня маленькое уточнение. Наверное, я протупил и прослушал. Чтобы редактировать текст, надо плагинчик в Chrome поставить. Правильно? Да. Он без визуальный эдитера, без плагина в Chrome. Он просто тебя... Когда ты нажимаешь на редактирование, он говорит, нужен плагинчик. А как сильно потом вся верстка едет, если вдруг менеджер с руками не из плеч? Ну, в данном случае зависит от менеджера. Но если текст просто редактируешь, он реально делает обыкновенный inner-контент. Мы даже смотрели. Он просто меняет имена. Текст в ноде. Поэтому, понятное дело, что если он напишет большое это, а верстка к этому не предназначена, оно так и разъедется. Но там сверху был переключатель Media View, который как раз позволяет, если менеджер наменял и что-то произошло, он может попереключаться и посмотреть, как же оно разъедется в каких-то мобильных штуках. Ну, тем более, понятное дело, потом сказать команде, я тут текст на пару метров запихнул, вы бы его транкейкнули для мобайла или что-то сделали. И то, что мы еще заметили, ну, то есть, там есть определенные минусы, например, некоторые люди пытались блоки двигать. Вот тут Google оптимайзер такой, типа, я, конечно, попробую, но потом, получается, он как бы двигал их. Но это надо помнить. То есть, в основном, как мы помогали нашим менеджерам, мы иногда подготавливали, поскольку у Google оптимайзера он вешается на изменение нодов по класснейму или одичнику. То есть, когда вы что-то меняете, он такой говорит, я теперь помню, что мне надо найти вот такую ноду и изменить в ней то-то, то-то. То есть, если у вас нет четкого класснейма и чего-то еще, он, понятное дело, такой, enter child третьего элемента восьмого матери вот этого класса. И потом, получается, если что-то не так, то он может не найти эту ноду. Но он, кстати, потом пишет в warning, он говорит, в этой вариации я не нашел вот эту ноду для видоизменения, типа, проверить что с ним. То есть, он, получается, подсказывает, говорит, если что-то не так, он даже говорит, когда запускаете эксперимент мультивариативно, он говорит, слушай, а ты глянул все вариации? Потому что я посмотрел, ты не все глянул. То есть, он даже про это говорит, что типа, пожалуйста, посмотри все вариации. А заказчик у тебя был с руками из плеч? Нет. Обыкновенный. То есть, как бы, ну, в любом случае, мы ему помогали иногда, когда надо было менять картинку, а поскольку у нас assess pipeline, для картинок генерится хэши, то мы часто ему верстки, типа, готовый CSS класса давали, просто говорили, идешь в editor, и на вот эту ноду вешаешь другой класс name, и он такой раз, и все поменялось. Он такой, о, круто. Я что-то нажал ему все еще. Ну, тогда у него есть, типа, убрать это изменение. Да, у меня еще один вопрос. Я, наверное, прослушал. А как это вообще работает вообще с SPA? Как с React? Очень просто. Потому что React не позволяет, насколько я знаю, редактировать свои ноды. А ему все равно на React. Вот. Получается, эта штука, она JavaScript. Она ждет, пока готовые ноды все загрузятся, и начинает видоизменять DOM. И ей, кто этот DOM нагенерил? React, Shreact, Vue, ему все равно. Он взял и видоизменил DOM ноды. А React не перезаписывает эти изменения? Он может перезаписать, но ты же проверяешь в данном случае эксперимент на какой-то загрузке страницы, кнопку или еще что-то. Потом, если React изменит, тебе главное проверить потом конверсию. Вот и все. Тем более, ты можешь написать свой JavaScript код рядом, или, например, callback повесить и какое-то видоизменение в своем коде делать на основе этого. Если я правильно понимаю, то... Да. Леша, а ты injectил в CSS? Через JS? Куда? CSS? Нет. Там injectil со CSS он просто в скрипт вставляет. Не, ну типа свой. Да. Injectil. Там просто ему говоришь, вот на тебе CSS. Там есть небольшая кнопочка такая интересная. Там и JavaScript также injectится, и все остальное в этом визуальном Editor. То есть вот эта небольшая кнопка, вот эти. То есть вот это треугольничек, это JavaScript inject в эту вариацию, и там можно вообще любой JavaScript. Но, как я сказал, надо позволить тогда unsafe evaluation JavaScript на страничке. Вот. И там же есть типа хочу кастомный CSS. И можно что-то написать, но я, в основном, не страдал кастомным CSS. Я просил верстальщика сделать нужный мне CSS класс, а потом просто заходил сюда, там, например, выбирал нужную мне ноду, и потом говорил, мне надо поменять атрибут class name. Он говорил, текущий такой. Я говорил, допиши этот. Окей. И он типа это видоизменял. То есть можно было поменять любые другие атрибуты. То есть основная задача вот этого визуального эдитора это видоизменять HTML и CSS. Ну и JavaScript можно, но, как я сказал, в основном, поскольку у нас тестировались визуализации, в основном, вы проверяете визуальные части, но JavaScript не дошли до него. Мы нашли, что есть API, мы даже протестировали в одном эксперименте, но потом нам это не потребовалось. А сколько его проверяли, так сказать? К сожалению, длительное время, потому что, как я сказал, эксперимент минимально две недели. Даже сам Google Optimize, когда запускаешь эксперимент, он говорит типа, эксперимент ранится, но тебе надо еще подождать. Он говорит, минимум две недели. То есть эксперимент, он пытается говорить тебе, ты можешь его остановить. Эксперимент можно, кстати, зашедулить. То есть вы можете как бы наперед подумать, как это сделать. Но получается, вот самое тяжелое веб-тестирование это время. То есть ты просто запустил его и пошел себе тикет и делать еще что-то, и ждешь, пока набирается данные. А типа шедулить таможню именно один за другим или в зависимости от того? Не-не-не, один за другим просто по времени. Там нет один за другим и все такое. Но там, как я сказал, есть персонализации, деплои, например, когда какая-то вариация выигрывает, чтобы в этом времени не гнать версальщика, я говорю, что эта вариация выиграла, переверстай все, чтобы с этой вариацией, там есть кнопка типа, эта вариация выиграла, пожалуйста, зафиксируй эту вариацию сейчас. И он получается весь трафик просто перенаправляет на видоизменяемую вариацию и все. То есть там есть даже такие вещи. Круто. Я так понимаю, по сути, это набор дипов, которые Google Optimize накладывает уже на Fusion и дом. Да. Хорошо. А как это в таком случае работает с Ajax модалочками? Там, опять же, в этом JavaScript API у него есть... То есть с JS API в данном случае не обойтись? Не обязательно. Ты можешь сказать, что там же, как я показывал, он маунтится на какую-то ноду. То есть в данном случае, ты говоришь, если эта нода появится в доме, а модалка появится какая-то новая нода или что-то такое, ты говоришь, меняй вот это. Там, кстати, вот этот код, который они просят добавить, вот кроме вот этого Google Analytics, они просят добавить вот этот код. Это такой небольшой асинхронный loader. Если у вас, я так понимаю, ни разу его не видел, но если у вас неожиданно какие-то огромные количество изменений, я так понял, он может небольшой loader показать на вашей странице. спиннер. Да-да-да, типа гружу. Вот, там просто есть вариации, когда пользователи, ну, то есть у них в JavaScript API есть вариации, когда говорится, а что, если вам надо дождаться, чтобы Google выбрал вариацию, сделать какой-то запрос асинхронный и только потом, наконец-то, ну, типа, показать все, что есть. Там у них есть описано, они показывают, как в data layer типа подключиться к нужной функции, подождать, но они сразу предупреждают, типа помните, что это затормозит загрузку страницы для пользователя, потому что придется ждать вашу асинхронную функцию. И они говорят, будьте осторожны, типа по возможности это не юзайте, потому что это некрасиво. Но они сразу вот это добавляют, говорят обязательный off-head, чтобы когда переключается вариация, вы, получается, у вас не прыгал интерфейс. Он загрузился, да-да-да. Ну, например, я думаю, это не NDA информация, мы кроме того, что сами клиентам что-то даем, мы и на своих продуктах тестируем. Сейчас, например, на MailTrap, на дешборде идет тестирование MVT, и если каждый наберет MailTrap I.O. ну, типа в браузере, то у каждого своя, сейчас вариация картинки выскочит на дешборде. У каждого будет своя какая-то. Давайте задедосим. А там NGINX отдаёт статику, ты ничего с этим не сделаешь. у вас? Проблемы с гешированием браузера нет, но потому что… Так это JavaScript срабатывает на фронте. Я понимаю. Так. А что, в чем проблема? Ну, то есть браузер загеширует все твои JavaScript, они все равно выполняются, они сконтактируют с Google Analytics с Optimizer и видоизменят твою страницу. Окей. Я имею в виду, если, допустим, я часто пользуюсь одним и тем же сайтом и тем же продуктом, во-первых, можно видеть такое, что мне будут предлагать разные вариации от нового этого же продукта. уникально использовать фильтр образом подсвеживается? Да, конечно. Вот если сейчас вы откроете Motor APIO, за вами закрепится какая-то картинка, и если вы будете перегружать как белка, то она все равно станет за вами закреплена. Все работает так же, как в сплите, используются куки, то есть, чтобы обмануть, вы можете чистить постоянно куки, и вам будет выдаваться новая вариация. То есть, вам закрепляют куками, но это все B-тестирующие, то вы так делают, другой особый вариант нет. Куки сессии. Такое питание. Аналитику потом подивитесь по тому, який вариант перемогает, можно лише в целом, чи, вот если выкористовывается какое-то фильтрование по набору параметров, там, гео, гендер, еще что-то, можно подивиться? Да, да, это все накладывается, это все можно увидеть, то есть, прямо зайти в Google Аналитику, там какая-то отдельная страница у них, я так не нашел в списке ее, они такое чувство, что Google Optimize просто ведет вас в какую-то отдельную страницу, и получается, мы добавляли, например, у нас была конверсия какая-то определенная, но у нас были еще цели, голы, ну, в Google Аналитике, думаю, можно ставить, и они же накладывались, мы их спокойно нажимали, накладывали на эти же данные, смотрели, как работают эти же другие цели, которых нет в Optimize, на вот эти конверсии, то есть, мы тоже накладывали. То есть, там можно, например, на какие-то фильтры, на разные варианты, встанавливать их вагу, и, соответственно... Вагу настраивать прямо в Optimize, там можно настраивать и вагу, АБ-тестирование, типа, что, например, 80% трафика в одну сторону, 20% в другую, або еще как-то. А вот таким чином, то есть, например, грубо говоря, взяти Европу, Штаты, и что нам важнее, что подумают... Там есть рулы, я же говорю, это тоже можно навешать, то есть, в принципе, можно подвязать информацию из аналитики, по демограмме... Да, вот, вот эта вся штука, она берется с той же Google Analytics. То есть, когда вы сетапите Google Optimizer, первое, что он делает, он там просит, дайте название, а потом говорит, а теперь подвяжи ко мне Google Analytics. Вы подвязываете, и он начинает, что, типа, для этого эксперимента я буду использовать эту вьюху. Алексей, и все-таки, что это такое? Расскажи, что это за кружочек, как ты это делаешь? Это программка просто. Она поверх на компьютер ставится? Да, да. Но она... Ну, можно и так, если вам проще. Нет, нет, нет. Погибись, пожалуйста. В основном, это я фокус делаю, чтобы фокусировать, показывать видео. Это конкурс с андромом, для яблого, такое будет. Ага. Ну, это просто... Все. Спасибо. aboходkin. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТВ